Активисты, организаторы, участники различных социальных проектов и акций. Люди, готовые прийти на помощь в любое время. Энергичные, талантливые, ответственные и неравнодушные. Губернатор Дмитрий Азаров наградил волонтёров региона почётными знаками и благодарственными письмами. Самарская область в лидерах по числу добровольцев. Волонтёрское движение насчитывает более 150 тысяч человек. 150 тысяч армия, армия добра, заботы, армия любви. Армия, которая творит добро каждый день. Невзирая на погоду, на время года, на настроение, на, наверное, какие-то сложности, которые есть, конечно же, у каждого человека. И волонтёры здесь не исключение. Они творят добро. Они дарят свою энергию, свою заботу тем, кто сегодня больше всего в этом нуждается. Я хочу вас за это, конечно, сердечно поблагодарить. Форум добровольцев Самарской области проводится ежегодно, но в период пандемии коронавируса роль волонтёров возросла в разы. С марта 2020 года работает штаб по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам в рамках всероссийской акции «Мы вместе». Волонтёры за это время обработали 135 тысяч обращений, оказали реальную поддержку жителям губернии. В регионе действуют 37 муниципальных волонтёрских штабов помощи пожилым гражданам в ситуации распространения COVID-19. Работает многофункциональный ресурсный центр поддержки и развития добровольчества, который имеет филиалы в восьми муниципалитетах. В числе организаторов форума Татьяна Санникова. Она 20 лет руководит Самарским центром развития добровольчества и знает, как непросто выбрать лучших среди волонтёров. Объявляется конкурс и некоммерческие организации, муниципалитеты пишут ходатайство в Координационный совет, который у нас есть в Самарской области. И члены этого комитета голосуют за каждую кандидатуру. Соответственно, бывает иногда порядка пяти, а то и даже десяти человек на место на высшие награды. К счастью, у нас таких людей очень много. Вот в прошлом году были вручены первые награды. Вот она, красавица у меня. В этот раз в числе награждённых председатель Самарского отделения общероссийской организации «Российский Красный Крест» Галина Подлужная. 47 лет она помогает больным людям. Наши медицинские сёстры Красного Креста, они тоже не обходятся без добровольцев. Приходится обращаться к добровольцам, когда тяжёлому больному требуется какая-то дополнительная помощь, кроме медицинской сестры. Спасибо, конечно, Дмитрию Игоревичу. Он очень близок к народу, и поэтому это здорово, когда губернатор общается тесно с народом. Куратор добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Самарской области Владимир Рябов рассказал о важности работы волонтёров в розыске пропавших людей. В рядах отряда есть учителя, студенты, пенсионеры, военнослужащие и сотрудники полиции. В 2021 году нам исполнилось 7 лет в Самарской области. На данный момент времени мы провели перепись населения, у нас 280 человек активных. Каждый год мы развиваемся, у нас каждый год прибавляются заявки, потому что мы становимся известнее. И каждый год у нас появляются люди, которые приходят в отряд, приходят искать. Происходит постепенная ротация состава, конечно, но с каждым годом народ становится всё больше. Вот эту высокую оценку, которую нам даёт местная власть, губернатор Дмитрий Игоревич Азаров, Министерство образования, она на самом деле очень помогает работать. В этом году губернатор вручил 10 почётных знаков. 5 за служение людям и 5 за развитие добровольчества. В ближайшее время самарцы примут участие в международном форуме «Волонтёры Победы», а весной отправятся на 30-й фестиваль «Российская студенческая весна». Набор волонтёров уже стартовал. Максим Магомедов, Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.